Ундервуд С большим концертом прибыли в родной город Симферополь Владимир Ткаченко и Максим Кучеренко. Группа Ундервуд. Друзья, ну что, я думаю, что давать концерт в родном городе, в Крыму гораздо приятнее и, наверное, вдвойне приятнее. Как сегодня настроение, как ощущения перед выходом на сцену? Волнительнее, вдвойне приятнее, вдвойне волнительнее. Конечно же, в зале находится много друзей, друзей юности, поэтому для нас это, конечно, большое событие. Всегда большое событие. Я это говорю без иронии и без ложной скромности. Выступать в Симферополе для нас это всегда знак. Ну, а для вас все-таки, Максим? Для меня приблизительно то же самое. Очень имеет значение погода, общее настроение, время года. Да, вы знаете, везде зима, но в Крыму уже есть такие дни, которые пахнут весной. Как раз эти дни, в феврале, мы, будучи студентами, называли февральские окна. Да, вот все-таки хочется вернуться немножко туда. 22 года назад свершилось это чудо в медицинском университете. Вы создали свой коллектив, который назвали Ундервуд. Скажите, чего бы вы лишили своих поклонников? Вы не решились на такой шаг, а не ушли все-таки в медицину и не стали известными докторами? Интеллектуальной девственности. Ну, лучше не скажешь, мне кажется. Ну, что бы хотели пожелать всем тем людям, которые уже в ожидании вашего концерта, их собралось сегодня невероятное количество, что бы пожелали своим поклонникам? Мы хотим сказать, что мы вас очень любим, ребята. Пока вы есть и пока вы питаете нас своим вниманием, своим теплым человеческим отношением, мы добавляем скорости, мощности. И наша машина под названием Ундервуд работает на ваше благо. Спасибо, что вы есть. Оставайтесь с нами и следите за тем, как это будет жарко. Ну что, как сегодня настроение? Замечательное настроение. Я же сказал, восхитительное. На концерте Ундервуд зашкаливает. С гостей просто невероятное количество. Ты пожираешь всех с братами, да, тигры становятся котятами. Они с подарками и прыгают к ногам твоим, да, но все это прокатит нам, вряд ли. Она говорит мне, типа, я не такая, меня трудно, но типа я не славная срака. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!